Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня среда, и как всегда с вами я, Лилия Новикова, и новый выпуск музыкально-терапевтической среды. Тема сегодняшней нашей лекции – помощь музыкальной терапии. Если основная цель музыкальной терапии все-таки терапия, чтобы помочь клиенту, нам с вами важно точно знать, какова природа этой помощи. Но прежде чем заняться проблемой определения помощи конкретно музыкальной терапии, полезно вернуться к повседневному использованию слова. Онлайн-словарь Мариам Вебстер дает простую и понятную информацию – оказывать поддержку, служить, быть полезным, быть терпимым, содействовать продвижению. Уже только на основании этих кратких высказываний мы можем составить достаточно объемное представление о том, как, собственно, терапевт может помочь клиенту. И на основании этих же лаконичных формулировок мы видим для себя и то, что, собственно, нельзя определить как помощь. Термин «помощь» вызывает у людей определенную долю беспокойства. Часто эта тревога связана с опасением власти и угнетения со стороны терапевта и пассивностью и зависимостью со стороны клиента. В настоящем случае понятие «помощь» не обозначает иерархии. Объективно, человек, которому помогают – основной агент, и обе стороны сотрудничают, обе стороны формируют партнерские взаимоотношения. Важно уточнить, что термин «помощь» в данном контексте не предназначен для обозначения иерархического угнетения терапевтом пассивного и зависимого клиента. Скорее мы говорим о том, что терапевт помогает клиенту оптимизировать здоровье. Терапевт не оптимизирует, а вместо этого помогает, поддерживает. Остальное клиент делает сам. Таким образом, клиент несет ответственность за свое здоровье и делегирует терапевту роль помощника. Терапевт не может совершить необходимые изменения за клиента. И терапевт не может заставить сделать это, независимо от степени своей директивности. Все виды помощи музыкального терапевта лишь создают условия, то есть среду, в которой нуждается клиент, чтобы изменить себя и свое здоровье. Конечно, терапевт может стимулировать процесс изменений, но в конечном итоге именно клиент принимает необходимые меры для достижения и поддержания здоровья. Мы с вами можем подвести лошадь к воде, но не можем заставить ее пить, написал Бейтсен в 1980 году. Пить – это ее дело. Но когда ваша лошадь хочет пить, она не может пить, если вы не подведете ее к воде. Подвести к воде – это наша работа. В профессиональном контексте помощник – это тот, кто предоставляет услуги. Какие же именно услуги оказывает музыкальный терапевт? Самый очевидный ответ – вовлекает клиентов в терапевтический музыкальный опыт. Но как именно заниматься и каким образом занятия музыкой можно квалифицировать как терапевтический сервис? Ранее объяснялось, что музыка используется двумя основными способами – как терапия и в терапии. То есть в одном случае музыка играет главную роль, а терапевт вторичен. Во втором случае терапевт-помощник принимает главную роль, а музыка – роль второстепенную. Поэтому не совсем правильно считать, что именно музыка делает музыкальную терапию уникальной. Уникальной ее делает сочетание музыки и терапевта в роли помощника. И это кардинально отличает ее от других дисциплин. В зависимости от потребностей клиента и обстоятельств иногда может помочь только терапевт. Иногда только музыка. В иных случаях необходимо объединить и терапевта, и музыку. Имея это в виду, давайте рассмотрим клиническую практику, чтобы понять, как музыкальные терапевты используют музыку и себя, чтобы помочь клиенту. Помощь может быть реализована музыкально, словесно или невербально. Но мы сделаем акцент на музыкальной реализации, так как это наиболее присуще музыкальной терапии. Первое, что нам необходимо, это быть с клиентом. Значит быть доступным другому человеку, насколько это возможно и уместно. Открыть себя опыту другого человека. Понять обстоятельства человека, чтобы увидеть проблему, чтобы сопровождать этого другого человека, предлагая помощь или поддержку. Руководить и в случае необходимости заботиться о другом человеке. Музыкальный терапевт должен думать как музыкант, чтобы быть с клиентом. Например, когда пианист сопровождает соло-вокалиста или инструменталиста, он следует за солистом, поддерживает интерпретацию. И музыканты помнимают меня, как это происходит. Аккомпаниатор находится как бы на втором плане, солист на переднем плане, но концертмейстер незаменим в оказании помощи солисту в исполнении произведения. Терапевт существует для клиента всеми вышепредчисленными способами. Но только в отношении потребностей в здоровье и только в контексте процесса музыкальной терапии. И тогда неуместно быть терапевтом другими способами и в других ситуациях. Оценка в музыкальной терапии. Следующий этап. Необходимо понять потребности и ресурсы клиента. Оценка направлена на помощь как терапевту, так и клиенту в определении потребностей и потенциальных ресурсов. Стремление к пониманию клиента является неотъемлемой частью процесса оказания помощи. Как терапевту, так и клиенту необходимо выбрать правильное направление совместной работы. Когда потребности клиента и его ресурсы определены, терапевт лучше понимает, как конкретно он может помочь и какие ресурсы он может использовать в процессе оказания этой помощи. Следующий момент. Сопереживание. Сопереживать клиенту. Быть способным идентифицировать и понять, что другой человек переживает. Это может включать в себя одинаковую или сходную реакцию тела, эмоции, общность взглядов, действий. Сочувствие достигается через процесс идентификации. Когда один человек отождествляет себя с другим, а затем воображает, что этот человек переживает. У нас, говорят, влезть в чужую шкуру. В этом смысле музыки нет равных. Когда мы поем одну песню вместе, мы живем в одной мелодии. У нас один и тот же тональный центр. Мы движемся в одном ритме. Момент. Звук за звуком. Через постоянное сознание другого. И благодаря постоянным усилиям мы остаемся вместе. В итоге обладаем общим музыкальным опытом. Мы получаем обратную связь. Мы прислушиваемся к себе. Слышим одни и те же звуки и слова, когда поем их. И чувствуем, как мы формируем каждую фразу. Когда песня грустная, мы разделяем печаль. Мы переживаем это вместе, синхронно. Когда песня радостная, мы радуемся вместе. И у нас один и тот же повод радоваться. Наша песня. Наши действия рассчитаны по отношению друг к другу. Наши тела резонируют вибрациям. Наше внимание приковано к эмоциям и их отражению друг в друге. А также в музыке, которую мы создаем здесь и сейчас. Другой вариант, конечно, если мы работаем с эмоциональной патологией. Что делает музыка, особенно способствующей эмпатии, так это то, что она не только объединяет музыкантов в одной сенсомоторной деятельности, но также музыканты и слушатели объединяются в одном слуховом пространстве и в одном времени. Когда звук входит в окружающую среду, он заполняет ее полностью и не может быть проигнорирован или заблокирован так легко, как другие виды раздражителей. Эмпатические техники существуют как в активной, так и в рецептивной форме музыкальной терапии. Подробно мы поговорим о них на очном курсе или на семинаре, сейчас только упомянем. Например, в активной музыкальной терапии терапевт может использовать такие техники, как имитация, синхронизация, размышление, включение. Эмпатические техники существуют в пассивной музыкальной терапии, рецептивной я ее называю. Например, принципы запринятия, увлекающая музыка, резонирующая музыка, отражающая музыка, выражающая музыка. Эмпатия – основа для всех вмешательств, которые терапевт использует, чтобы помочь. Через эмпатию устанавливает связь с клиентом, обеспечивает доверие и готовит его ко всем другим видам помощи, которые будет предлагать. Помимо сочувствия от терапевта, клиент получает модель эмпатии. Испытывая и наблюдая эмпатию терапевта, клиент может быть мотивирован сочувствовать, сопереживать, развивать чувствительность и приобретать другие необходимые навыки. Чтобы отдать голос клиенту. Клиенты часто приходят на терапию, потому что им нужно выразить то, что они испытывают, и потому что музыка предоставляет множество возможностей для этого. Музыкальные терапевты привлекают клиентов к разнообразной, разнонаправленной деятельности, чтобы помочь проявить себя, выпускать, представлять, проецировать, документировать свой опыт. И вот музыкальное самовыражение отличает музыкальную терапию от других модальностей. Только в музыкальной терапии у клиента есть возможность выразить себя через звук. Пение, игру на музыкальных инструментах и творческие акты, импровизировать и сочинять. Музыка – это искусство выражения себя в звуке. Через это мы превращаем внутренние ощущения тела, движения, чувства и идеи во внешние звуковые формы, которые в свою очередь имеют физически измеримые параметры. Бекарное самовыражение очень важно, когда у нас есть сложные чувства, которые мы не в состоянии облечь подходящую форму, а также чувства, которые мы отвергаем. Когда мы слышим композитора или исполнителя, мы можем либо идентифицировать, простите себя с ним, и испытать выход чувства как собственного, или становимся частью их чувствования, но не идентифицируем чувства как наши собственные. Музыкальное самовыражение часто, вполне естественно, приводит к другим формам, в зависимости от способностей и склонностей клиента. Клиенты говорят о том, что они выразили в своей музыке, или о том, что слышали в музыке других. Невербальные клиенты очень часто хотят двигаться или рисовать под музыку. Когда кто-то выражает себя, это не должно быть проигнорировано. Это должно быть направлено к кому-то и к чему-то снаружи, для оценки и обсуждения. Это может быть просто выход чувства, без всякой заботы о том, принимается, понимается это выражение внешним миром или нет, и без каких-либо опасений за то, что кто-то обидит и нанесет вред. Самовыражение может быть использовано как терапевтический акт и имеет частное личное значение для клиента. Музыкальное взаимодействие и общение, напротив, связаны с вовлечением внешнего мира. Это процесс действия и воздействия со стороны других на взаимной основе. Музыкальная терапия по самой своей природе предполагает взаимодействие либо между терапевтом и клиентом, либо между клиентами. Создание и прослушивание музыки – очень естественный и простой способ общения с другими. Когда мы поем, играем на инструменте, мы должны принять корректные детали для того, чтобы музыка имела смысл. Мы работаем с конкретными инструментами, которые можем ощутить, потрогать и которые зазвучат. Если один человек – солист, другой – аккомпаниатор. Каждый играет определенную роль по отношению к другому. Солист ведет, а концертмейстер следует. В случае, конечно, когда мы говорим о норме. И здесь мне хочется вспомнить нового мыслителя Аристотеля в пятом веке до нашей эры. Он писал, что театр – это искусство подражания. Музыка – это искусство подражания. Танец – это искусство подражания. Чему в данном случае подражает музыка? Музыка подражает действию. Терапевт действует, клиент действует, музыка действует. И в этом действии клиент и терапевт принимают на себя определенные роли. Может быть, эта роль находится на расстоянии от клиента. Может быть, она совершенно для него нова. А может быть, эта роль клиенту не подходит. Ронда или канон предполагают, что каждый играет роль солиста. Но в разное время может ли ваш клиент играть роль солиста. Музыка полна ролевых отношений. Каждая композиция или импровизация похожа на диаграмму, которая определяет роль каждого человека и отношения между частью и целым. Но что в данном случае роль? Роль – это образ? Роль – это маска? Или роль – это действие? Обо всем этом мы поразмышляем в нашем следующем выпуске. А сейчас мне хочется проститься с вами и пригласить на прослушивание следующей среды, которая тоже будет посвящена теме помощи. Тема объемная, большая. И получилось, что мы находимся только в самом начале ее освоения. Всего доброго! С вами была Лилия Новикова и музыкально-терапевтическая среда.